для начала я хочу сказать что это видео является исключительно развлекательным здесь я высказываю мое сугубо личное суждение и видение субъективное мнение субъективно и вообще наверное будут в основном тут ассоциации только иногда логика какая-то будет просматриваться а иногда ее вообще не будет я вообще не знаю делали кто-нибудь такое видео в русском сегменте ютуба но в зарубежном уже все давно успели высказаться провести параллели рассказать что они думают об этом как они это все видят а теперь пришла моя очередь и так в этом видео я провожу ассоциации и параллели часов с автомобилями да иногда это будут не просто автомобильные бренды но еще и модели конкретных авто просто потому что это проще вообще это сложное видео и вот так вот провести параллели и ассоциации но иногда нереально а еще это видео будет забавным потому что здесь будет очень много звуковых артефактов собаки гавкающие петухи и орущие какие-то там сверчки поющие потому что я нахожусь сейчас в самом центре джунглей вот прям серьезно вот хотите вам просто вот покажу вот давайте вот просто вот просто покажу вот что я вижу вот здесь смотрите вот это прямо реально центр джунглей поэтому да все приступим я предлагаю начать самого простого и здесь вы мне поможете и мы будем с вами солидарны это сто процентов давайте вот прям сходу citizen citizen я думаю что это правильно вы правильно догадались это honda вот вот такая ассоциация citizen это honda сейка это you got it right это конечно же тойота а гранд сейка все правильно это lexus разобрались да и еще самого простого то что вы тоже мне сразу же скажете сходу это apple watch apple watch это какая тачка правильно тесла а вот дальше не все так однозначно не все так просто и не поспоришь со мной потому что опять же это мое субъективное видение ну вот я так вижу я так чувствую с чего начнем булгари это что-то итальянское это такой вот итальянский дух итальянская душа наверное булгари это все таки все таки это lamborghini да в булгари очень много такого элегантного изящества в lamborghini конечно же это там прямо суперспорт но вот у меня что-то перекликается сейчас булгари и lamborghini шапар шапар это роскошь причем тяжелая роскошь и наверное пусть это будет майбах именно майбах шапар и майбах мне кажется они мячатся бриге 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 наверное это все таки бентли такое вот что-то тяжелое томное конечно же люксовая бриге это бентли айдабл юси ну давайте вот интересно много ли людей со мной согласятся но мне почему-то кажется что айдабл юси даже созвучно немножко с так точно бим дабл юси бим дабл юси мне кажется очень четко подходит я прямо вижу человека в айдабл юси каких-нибудь марках за рулем бэхи нормально ришармил ну ришармил ничего ничего привыкайте к петухам потому что они у меня здесь 24 на 7 кукарикуют да щарап вообще так вот ришармил скорее всего это но это скорее всего да он точно знает ну скорее всего это бугатти причем веерон да это ришармил патек ну патек это номер один там конечно роскошь прет изо всех пор ну естественно это роллс-ройс патек это роллс-ройс все просто кстати ланге туда же можно фридерик констант вот здесь было вообще супер сложно я думаю что это инфинити это что-то все-таки люксовая но более массовая мне кажется что фридерик констант и инфинити катит опять же это все так сложно и кто будет придираться и серьезно вот к этому относиться советую к врачу сходить тогда морис лакруа да ну это какой-то такой роскошный спорт мне кажется морис лакруа это астон мартин что скажете что то вот есть такое какие-то вот линии у них что-то созвучное морис лакруа астон мартин нормально а бал ну бал 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 это очень просто болото ford правда ведь я тоже так думаю но масс но масс ну но масс это наверное и мини ночью прикольно со вкусом молодежно стильно качественно attention to detail все дела да но масса-то мини сертина это митсубиши народное такое что-то супер качественное непробиваемая такие еще танки сертина дс-экшен все дела митсубиши туда же мне кажется подходит напишите потом в комментариях что вы думаете у лис нордан сидел вчера долго думал наверное у лис нордан это кадиллак что-то такое знаете вот большое громоздкая такое вот тяжелое тоже люксовое мне кажется у лис нордан это кадиллак а чё нет а что вы мне сделаете карте карте это это porsche вот мне кажется у них один вайб такой карте это porsche и не надо пожалуйста со мной спорить если вы не согласна вы не согласна только вот спорить не надо а дымар пиге а дымар пиге это знаете что вот из-за опять же роскошного спорта из-за вот таких вот линий острых граней из-за чего-то вот но это тоже что-то тяжелое на люксовое мне кажется что адмар пиге это геленваген мне кажется тоже очень подходит дальше смотрите я сделал так по хитрому потому что дальше два бренда которые у меня ассоциируется с одной и той же маркой автомобильной омега и тюдер для меня это audi однозначно это вообще даже вот не вид без объяснения причин но давайте разделим омега пусть это будет audi a6 вот так вот я чувствую а тюдер кстати ссылочку оставлю в описании если что посмотрите а тюдер это будет audi q3 да то есть омега a6 такое более вот что ли престижное такое а что-то более молодежная до audi q3 на полном фарше все дела это тюдер ланджин это было просто почему-то я сразу же подумал про volvo и мне кажется это все дело очень подходит ланджин и volvo качественная такая добротная лошадка которая будет вам сложили служить долгие годы в ашрон константин но тут вот реально я подумал подумал и пришел к выводу что наверное но вот в моем понимании вот как у меня сейчас это все в голове сидит это дженезис ну или генезис как хотите ну вот мне так кажется мне так кажется я понимаю что это все very controversial так далее но пусть будет дженезис джейкоб джейкоб это ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты макларен да джейкоб это макларен тоже слишком много спорта какие-то там невероятные линии сойдет панера и почему-то для меня это было вообще просто вот так вот изи панера и это альфа ромео да да панера это альфа ромео rolex это конечно же mercedes-benz да вообще вот просто mercedes-benz я не знаю вряд ли со мной здесь кто-то не согласится с роликом все просто rolex это мерс а вот сводч это ну пусть будет skoda да сводч это skoda нормально пусть будет брайтлинг ну мне почему-то в голову пришел ягуар в голову ягуар пришел вот так вот не однозначно я скажу брайтлинг ягуар мне кажется они тоже мочится нормально убло вот давайте тоже с вами поиграем мне кажется мы здесь с вами сойдемся однозначно давайте вот что вы думаете ну просто скажите вот убло это что ну правильно конечно же пыжо ну убло это пыжо однозначно то есть просто вообще и не отрицайте нет не отрицайте смотрите давайте тоже сразу же вот сходу просто я называю бренд часовой вы сразу же автомобильный и сойдемся мы с с ну конечно ну конечно это опель опу опу орис и опель ну просто созвучно я не знаю ну и что-то в этом есть все равно тоже супер просто про тисо тисо это народная марка так скажем да которые делаются миллионы миллионы экземпляров и все ее любят и надежная и value for money и цена все дела ну правильно это фольксваген все очень просто тисо это фольксваген и последняя давайте последняя марка это у нас будет так хор не мог я не обойти стороной так хор и это я поржом вместе короче так хор это однозначно land rover не буду объяснять почему я на всякий случай все таки еще разочек повторюсь что это было исключительно развлекательное видео для веселья серьезно не воспринимайте не относитесь субъективно все сугубо лично конкретно четко от персидского все что вы думаете по этому поводу у вас какие-то ассоциации где-то вы со мной не согласны хотели бы что-то как-то меня поправить или высказаться пожалуйста я вас жду в комментариях всем большое спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки и оставлять комментарии до новых волнующих встреч пока